Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии генеральный директор фонда Стерх, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института биологии САРАН Николай Иванович Гермогенов. Здравствуйте, Николай Иванович. Уже всем известно, что якутские ученые по итогам прошедшего года были награждены премией Диснея. Я вас с этим горячо поздравляю. Скажите, пожалуйста, что это за награда и за какие достижения она обычно вручается? Я скажу немножко шире. Дело в том, что Диснея, это, конечно, не предохранная организация сама по себе, но она, эта компания, имеет фонд сохранения животных. И вот, чтобы получить по линии этого фонда какой-то грант, не надо прилагать каких-то усилий, они сами вас найдут. То есть, они предлагают, вот мы можем вам дать грант, что вы можете сделать на этот счет. И вот в 2014 году Международный фонд охраны журавлей по инициативе этого фонда, они к ним, обратились к нам, сказали, что им поступило предложение от Диснея заняться журавлем. Это единственное было предложение по линии сохранения птиц в мире, от этого фонда. И вот 2014 года мы плотно работаем в Якутии с Департаментом природных ресурсов и Международным фондом журавлей по данному гранту, который называется «Сохранение восточно-сибирской популяции стерха». Как вам известно, у нас она сохранилась в единственном числе, эта популяция. Вторая популяция совершенно исчезла, да? Обская, да? Сказать, что совершенно нет, но с точки зрения биологической состоятельности, да, потому что там надо минимум 25 животных, птиц. Возможно, единицы сохранились, но очень плачевная судьба. Уже как популяция, уже не скажешь, да? Да, как таковая, нет. У него большие проблемы в основном на местах зимовки, как и у нашей популяции. Так вот, в 2015 году, в начале 2016 года, это довольно продолжительный относительный период, проходило заключение подписания данного соглашения по гранту между Международным фондом, между Департаментом биологических ресурсов и нашим фондом «Стерх» по данному проекту. Окончательно он был подписан в феврале прошлого года, год, почти год исполнился. И вот с прошлого года уже пошли вливания и так далее, и так далее, работа пошла. Очень большая работа проведена за этот год, за прошедший год, я имею в виду, и планируется очень большая до 2024-2025 годов. То есть, судьба «Стерха» будет вот таким пристальным надзором фонда «Диснея» в том числе. Так вот, этот фонд охраны животных, компания «Дисней», он ежегодно проводит такой конкурс «Герои охраны животных». Он подразумевает номинирование представителей коренных народов, местных народов, причем проживающих в том районе, где идут работы. И вот после того, как мы обсудили этот вопрос, с Международным фондом «Журавлей» возникла кандидатура Ивана Григорьевича Данилова, старейшего ветерана природоохранного дела, бывшего председателя охраны природы Аллаевского луса, где находится ресурсный резерват тогда, а сейчас ресурсный государственный природный заповедник «Каталык». И вторая кандидатура – это младший научный сотрудник нашего института, Слепцов Сергей Михайлович. Представлял их наш фонд, в итоге мы выиграли. Грант небольшой, но он очень почетный. И дополнительно к тому, что выиграли наши два номинанта, дополнительно наш фонд тоже был премирован, как фонд, который выдвигал их на конкурс. А с какого времени началось такое очень серьезное научное изучение популяции эстерхов в республике? Относительно ведь недавно? Относительно недавно, но время идет быстро, поэтому уже это недавно, он вводит нас где-то в конец 80-х годов. И тогда были проведены в конце 80-х, в начале 90-х годов были проведены первые масштабные авиаучеты эстерха, которые могли свидетельствовать, в каком состоянии популяции находится. И в 90-х годах началось кольцевание птенцов стерха. Этим занимались Юрий Васильевич Лобутин, он, слава Богу, жив-здоров, на пенсии. И Андрей Григорьевич Дегтярев. Я подключился в 1992 году, после того, как по инициативе нашего директора института, член-корреспондента РАН Никиты Гавриловича Соломонова, я выехал в Соединенные Штаты на конференцию и с предложением сотрудничать с Международным фондом журавлей, департаментом рыбы и дичи США, с программой по стерху. Вот в 1992 году он был ключевым у нас по работе стерху, благодаря нашему институту, моим коллегам. А вот о кольцевании, так интересно, это же белые журавли стерхи, они же живут парами, у них же двое птенцов, ну прямо вот очень, и вы каждый год кольцевание проводите, да? Вот тут, значит, могу сказать следующее, во-первых, он может откладывать два яйца, но, как правило, выживает один птенец. Более сильный. Да, более сильный, еще непонятно почему, по аналогии с американским журавлем считают, что у них возрастает агрессивность. В определенном возрасте. И они поедают просто слабо? Нет, они могут забить, он может, так сказать, доминирующий птенец не давать кушать, ну, очень много. Но это еще предстоит выяснить, как это происходит в природе. Тем не менее, 2-3% пар имеют два птенца. Вот кольцевание началось в 90-м году, вот нашими перечисленными сотрудниками, плюс впервые тогда участвовали. И эти, и номинанты наши тоже участвовали. И как раз они, им удалось один раз поймать двух птенцов. Вот процесс отлова птенцов началось с отлова птенцов. Идет по методике определенности использования вертолета. И вот я благодарен нашему министерству, тогда это был комитет по охране природы, по-моему, что они выделяли деньги на такие работы дорогостоящие. Очень дорогостоящие. В итоге, с 90-го года нами окольцовано более 70 птиц. В том числе 18 взрослых. 18 взрослых были окольцованы после того, как я подключился к этой работе в 92-м году. И мы начали думать о том, как изучать миграцию птиц с помощью спутниковых передатчиков. А для этого надо было ловить их и ставить передатчики. Да. Николай Иванович, если говорить о нашей восточно-якутской популяции стерхов, то она сейчас в неплохом состоянии. Вот сколько она насчитывает сейчас стерхов? Вот если говорить о трендах динамики данной популяции, это не только численность, это соотношение полов, возрастное соотношение, то Константин Александрович Воробьев в 60-х годах считал, что где-то не более 500 особей. Даже в 70-х, 80-х годах мои коллеги считали, что их не более 800 особей. Я приступил к работе со стерхом плотно так в 92-м году. Опять же, по рекомендации, такой настойчивой рекомендации Никиты Гавриловича. Я занимался вообще другими вещами. И сейчас занимаюсь параллельно. И вот я впервые тогда сделал конный маршрут после 60-х годов от Воробьева. Он тоже так же делал конные маршруты. Потом мы полетали, и мне показалось, что немножко цифры другие уже. Это был 92-й год. И в течение 3-4 лет мы собирали материалы. В 96-м году я опубликовал работу, где, по моим подсчетам, это когда авиационные учеты совмещаются с наземными, то есть вводится коэффициент поправки, можно же упустить. Я подсчитал, что их находится порядка, ну, около двух тысяч. Но до этого уже, в 94-м году, мы работали в Китае, и на местах гнездования мы видели воочию 1400... 1700 птиц. 1700. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, а почему у народов Саха стерх считается святой птицей, священной? Ну, я не знаю, тут надо куда-то... Не изучали? Нет, это как раз вот здесь, это очень хорошо развито у гуманитариев наших, это направление в эпосе Ланхо. Он многократно упоминается стерх, как символ женской чистоты, как символ посредника между верхним и средним миром. То есть, это тотем для якутского народа. Но, надо сказать, ради справедливости он является таковым и для других северных народов. Ханты, манси и так далее, где он никогда обитал. Ну, вот говорят, кто хоть раз увидел стерхов, тот человек может считать себя счастливым. Значит, я думаю, что вы, ну, просто очень счастливый человек. Ну, да. Вся моя группа, я за эти годы, с 1922 года скомпоновал группу, и практически почти все орнитологи нашей группы занимаются стерхом, и молодые, и более возрастные товарищи. И все они видели стерха в России, в Якутии, на местах гнездования, на местах пролета. Мы выявили места пролета интенсивно. И в Китае. Мы в Китае много работаем. Ну, в Китае работаете, потому что как раз стерхи, а место их зимует в Китае. А скажите, пожалуйста, а они улетают туда, а потом все ли оттуда возвращаются? Есть такая статистика? Или это невозможно? Нет, есть, конечно, статистика. По крайней мере, не статистика вот такая вот количественная, а есть направление тренда, как это происходит. Естественно, это дальний мигрант. 5000 километров преодолеть этот дальний мигрант даже для такой большой птицы. Тем более, они гнездятся в крайне непредсказуемых условиях тундры, крайне таких капризных в сезонном отношении, в погодных условиях. Они могут отказаться от гнездования. Птенцы, вероятно, гибнут. Яйца, вероятно, гибнут. Мы просто многое не знаем, поскольку пока считали, нет необходимости подходить к гнезду. Птенцов-то можно еще ловить, изучать, измерять. Подходить к гнезду, наблюдать за ним, чтобы не привносить дополнительное какое-то беспокойство. Но, тем не менее, мы знаем примерно эффективность размножения. Сколько, в общем-то, в такой-то группировке большой, индигирской, вылупилось в этом году птенцов. Мы знаем контрольную цифру посреди малого. Да, оно в период миграции. Там до 2000 особей пролетает. За очень короткий период. И мы знаем, сколько абсолютно, сколько их останавливается, положим, там, в заповеднике Мамагэ, северо-восточном Китае, и сколько на Пейнхупе зимует. Спасибо. И сколько летает. Да, я вас благодарю за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был заведующий лабораторией Института биологии СОРАН, доктор биологических наук, генеральный директор фонда СТЕРХ Николай Иванович Гермогенов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин